Опытное хозяйство Сибирского научно-исследовательского института растеневодства и селекции Российской академии сельскохозяйственных наук работает на территории села Елбаши уже 10 лет. За это время посевная площадь увеличилась с полутора сотен до полутора тысяч гектаров. Сегодня спрос на семена этого сельхозпредприятия превышает предложение. Поэтому в планах хозяйства ежегодно раскорчевывать залежные земли, чтобы довести посевной клин до двух с половиной тысяч гектаров. Чтобы посевная кампания прошла без сучка и задоринки, надо тщательно подготовить технику. Этот закон тракторист Андрей Гычев знает наизусть. Его трудовой стаж превышает 25 лет. Запчасти, поставка запчастей, больше ничего не надо. Остальное все руки доделают. Поломаны, перебираем. У кого готовим, техничным просто ТО делаем. Все приготовили, чтобы к весне зацепили, поехали. Качеству семян здесь уделяет огромное внимание процесс очистки зерна под контролем оператора. Помогает и умная электроника. В случае необходимости одна и та же партия очищается от сорной растительности повторно. Мы занимаемся здесь производством оригинальных семян, элиты, суперэлиты. У нас в подразделении выпускается овес, ровесник, пшеницы двух сортов. Новосибирская 31-я, Новосибирская 18-я тоже суперэлита, элита. И немного мы сеем гороха для севоборота. Зерно-сушильный комплекс отработал уже четыре уборочные компании. Сегодня идет подработка овса. В день очищается примерно 20 тонн. Затем высококачественное зерно направляется к потребителю. А это сельхозпредприятие по всей Сибири. От Тюмени до Иркутска. Большим спросом здешние семена пользуются и у аграриев из Китимского района. Цель наша, чтобы у хозяйств появлялись нормальные оригинальные семена, чтобы мы не сеяли, как бы происходило в 90-е годы, фураж по фуражу ежегодно. От этого ухудшается и качество самого зерна, и количество его ухудшается. Раз спрос растет, надо увеличивать предложение, говорит Иван Михайлапов. В ближайших планах хозяйства не только увеличение посевного клина, но и покупка новой техники, а также модернизация зерно-сушильного комплекса.